Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару, меня зовут Андрей Козлов, со мной Екатерина Шайтанова. Здравствуйте. Мы журналисты и редакторы Читару, и сегодня мы хотим подвести итоги уходящей недели. Бесконечной уходящей недели. Бесконечной уходящей недели, потому что мы называем ее так, потому что у нас была медиамастерская, много событий, но сегодня мы будем обсуждать... Читару, я их не читал, я их увидел, увижу сейчас впервые, может быть, какие-то, может быть, читал. Начнем с того, что я тебе прочитаю. Давай. Читинцы вышли на протест против вырубки деревьев под строительство спортзала, но я знаю эту историю, это школа в Северном. Номер 22. Рядом с которой живешь ты. Да. Именно поэтому у нас есть фотографии. В том числе. Я видел у коллег фотографии какого-то жутко спиленного дерева. У коллег из Артагаза в Байкале. И видел комментарий, по-моему, представителя комитета градостроительной политики Читы Александра Николаевича Зудилова. А я не видел. Который говорит о том, что из крупных деревьев спилили всего ничего, а все остальные спички-переспички. Из крупных деревьев, кажется, спилили 13 или 14. Хорошо. Что ты думаешь про это, Катя, как житель микроорайона Северной? Как житель микроорайона Северной я принципиально недовольна этим решением. А как гражданин, может быть, пусть строятся. Ну, просто понимаешь, ты представляешь себе это место? Его видно с Шилова, когда едешь в сторону, ну, вот, Кольца Каштагского. Во-первых, там было место, где половина Северного занималась спортом. Дети занимались, подростки занимались воркаутом. Люди, которые любят заниматься йогой, занимались там йогой, в том числе в гамаках. И это такое было прекрасное местечко, на мой взгляд. По-моему, на него еще выходят окна школы. В смысле, на него точно выходят окна школы, 22. И мне кажется, что прикольно заниматься, учиться в школе как бы с видом на лес. Как бы теперь там появится спортивный зал для гимнастов между Шиловой и школой. Ну, на мой взгляд, это спорный выбор места. Но так как мы много раз уже играли в эти игры с чиновниками и проигрывали, они объясняют, что именно там надо было построить этот спортивный зал, и я даже не буду погружаться, почему. Меня смущает, во-первых, то, что детей и родители, которые причастны к этой школе, волнуют, что их не будут пускать, но их вроде бы все заверили, что их будут пускать. Не будут. Я сразу бы на месте всех настраивался, что они будут. Да, а все говорят, что, может быть, будут. Скорее всего. Ключевое слово «может быть». Да. Гимнасты туда будут якобы ездить. В этот зал. Других территорий, которые удовлетворяли бы всем требованиям, кроме Северного, нет. Говорит нам депутат Городома, т.е. Алексей Мусорин. Так я выяснила, кто депутат на моем избирательном округе. Это прикольно, кстати. Здравствуйте, Алексей. Как раз выбор Городома в сентябре. Мы с вами практически познакомились. Это первое, что меня смущает. Второе, что меня смущает, что строит модульный спортсал для школы компания «Арм-1». Ее гендиректором и учредителем является Гарик Мазаманян. Эта же компания строила парк коллективный труд, реконструировала парк коллективный труд в железнодорожном районе. Ты вот только что гулял по нему с архитекторами, которые приезжали к нам на медиамастерскую. Что можешь сказать? Что это интересный, конечно, опыт. Это выглядит лучше, чем многое из того, что делали в городе, кроме этого парка коллективный труд. Но это не очень хорошая история. А сетку-то вокруг спортплощадки там не натянули? Да. Мне кажется, что со спортивными объектами как-то не задалось у компании «Арм-1». Как бы они не могут натянуть сетку вокруг локальной площадки, в локальном парке. Они не строят парк, Катя, в этом проблема. Они осваивают деньги. А зал для гимнастов они будут строить? Да. Когда ты находишься в парке коллективный труд, очевидно, что у этой компании «Арм-1» или нет архитектора, который этим занимается, или у него проблемы с архитектурой у этого архитектора. То есть это набор прямоугольных пространств, местами загороженных какими-то заборами. Все это странно выглядит. Меня еще немножко волнует, что эта история супербыстро развивалась. То есть нам на выходных начали писать жители Северного, которые вышли на митинг. Я бы на их митинг не выходила в эти сложные времена, потому что вот так уже люди вышли, даже не на митинг, а на обсуждение отмены автобуса, кажется, в Смоленке. И кончилось штрафами. Очень быстро это развивалось. То есть где-то в пятницу нам написали, в субботу люди собрались в микрорайоне Северном, и к ним пришел депутат Гурдума Мусорин, а в воскресенье начали рубить сосны. Не знаю, у меня вопрос. Можно прорезумировать, здесь все понятно. Во-первых, опять не хватает публичной работы, объяснения того, что происходит. Не, нам все прокомментировали. Нам все прокомментировали, что… По факту. Да, по факту. Вот. Нам все прокомментировали, что все в порядке, а я в это все еще вопрос Веры не очень уверен. Да, дальше это обычная история. В городе отсутствует озеленение полностью. То есть то, что присутствует, это не является озеленением. То есть засохшие елки, ты не считаешь озеленением. При этом регулярно пилятся деревья. Неважно, где они пилятся, во дворе школы, в районе каких-то строительств жилищных, на Забво. Вот где угодно пилят одно дерево, этому нечего противопоставить. Этому ничего не противопоставляется. Если бы в городе высаживали хотя бы 100 деревьев в год, из которых бы 90 выживали, хотя высаживали бы такое количество деревьев, что хотя бы 100 выживало, и на них можно было прийти и посмотреть. Вот смотрите, мы их тут посадили. Смотрите, они выросли. Они посадили, только они не выросли. Да, только они не выросли. И история-то в том, что для того, чтобы они зацепились и начали расти, нужно пройти лет 5, и все эти 5 лет за ними нужно ухаживать. И в Чите это происходит только в одном случае, когда этим начинают заниматься застройщики. На своей территории, передавая это своим управляющим компаниям. Во всех остальных случаях у города просто нет компетенции. Пока, по крайней мере. Предлагаясь с этой темой сдвинуться, а то мы не остановимся. Ну подожди, подожди, давай выясним. А ты веришь в спортзал около школы 22? Нет, в смысле, его там, конечно, построят. То есть ты веришь, что он будет? Да, я точно верю, что туда никого не пустят. Поняла. Это совершенно... Это даже не вопрос верный, я знаю. Тогда, когда это все произойдет. Давай дальше. У нас одна настоящая отставка и одна потенциальная. Андрей Лим покинул пост главы госветслужбы Забайкалья спустя 5 лет работы. Сегодня прочитал эту новость с грустью. Я считаю Андрея Лима профессиональным чиновником. Мне было очень комфортно пересекаться с ним по каким-то рабочим вопросам. За ним нет практически никакого негативного шлейфа. Мне жаль, что Андрей Лим покинул свой пост. А мне жаль, что Андрей Лим покинул свой пост еще и потому, что вчера приняли, позавчера в Забайкалье депутаты приняли закон о бродящих псах. В простонародье так он называется, на самом деле как-то по-другому. И там огромное количество полномочий передано в госветслужбы. И непонятно, кто будет доделывать эту работу. Следующее. Не хочу возить сплетни. Министр культуры Забайкалья ответила на вопрос о своей возможной отставке. Ирина Вячеславовна Левкович отправляет в отставку? Что ты знаешь про это? Что она ушла от ответа. Слушай, очень плохой комментарий. Мы вчера об этом говорили на нашей медиамастерской. Такой комментарий я прочитаю. Такие вопросы для меня непонятны вообще. Я на сегодняшний день работаю и все нормально у меня. Поэтому не знаю, не слушайте никого. Я работаю министром культуры в Забайкальском крае. Не хочу никакие возить сплетни, сказал Ирина Левкович. Я хочу сказать, и вчера об этом публично говорил громко, и хочу сказать об этом еще раз. В ситуации, когда происходит такая ситуация, нужно просто отказываться от комментариев. Ничего не говорить. Потому что вот здесь написано, такие вопросы для меня непонятны вообще. А что тут непонятно? С одной стороны, наверняка Ирина Вячеславовна по доброте душевно не хотела говорить, что я отказываюсь от комментариев, а хотела как-то с нами... Слушай, лучше отказываться. Вот это просто... Я вчера эту формулу объяснял. Кто-то, возможно, уйдет в отставку. Я не про Ирину Вячеславовну, а вообще в целом. Чиновник знает, что он уйдет в отставку. Журналист знает, что он уйдет в отставку. Весь город знает, что он уйдет в отставку. Никто это не прокомментирует никогда. И журналист, который знает, что человек уйдет в отставку, звонит человеку, который тоже знает, что он уйдет в отставку, и спрашивает про комментарии. И человек начинает говорить какую-то странную... Я даже вот просто Ирина Вячеславовна, я к ней очень хорошо отношусь. Не хочу давать никаких резких оценок. Говорит какие-то странные вещи. В этой ситуации лучше отказаться от комментариев. Сказать, коллеги, я сейчас работаю, а все остальное я не могу комментировать. Пожалуйста, обращайтесь за комментариями в кадровую службу. В любую. Это не ко мне. Я работаю министром культуры. А правда, что вы в Удаканской медиа будете работать? Нет. А если да? Если да, то я не готова обсуждать свою дальнейшую судьбу. Возможно, все возможно в нашем мире. Возможно, я буду работать в Удаканской медиа. А возможно, в Быстренском уроке. А возможно, я буду работать в администрации президента. Но сейчас я работаю министром культуры. А по поводу моего будущего спросите Господа Бога. Я поняла. Поехали дальше. Не чехарда, а кадровая селекция. Кефер объяснил, почему в правительстве так часто меняются главы. Ты это слышала? Давай ты скажи, что ты думаешь. Я думаю, что вчера наконец-то прекрасный Андрей Васильевич Кефер пришел к нам на медиамастерскую и емко, четко и по делу очень быстро развернул кейс, простите меня за слово кейс, с кадровой чехардой в кадровую селекцию. Это было изящно, мое почтение. Я тоже, я вчера, честно говоря, когда Кефер это говорил, я просто оглох. То есть он сказал то, что нужно говорить. Причем, это знаешь, тоже мы вчера обсуждали такую тему, что вчера мы про это говорили где-то в контексте взрыва на каком-то нефтехимическом заводе. Да, не у нас, слава богу, это был абстрактный взрыв в другом регионе. То есть если СМИ называет первым это взрывом, то это взрыв. А если условная прислужба называет это хлопком, тогда это хлопок. А поскольку кадровую чехарду журналисты назвали чехардой, это чехарда. Но потом приходит Кефер и объясняет, почему это селекция. Если бы они вовремя сказали про селекцию, это бы сейчас было. Это было, что наш губернатор уже говорил, что это селекция, но как будто бы тот комментарий не попал в медийное пространство и не разошелся. Да. Значит, надо еще раз сказать. Андрею Иосифовичу надо сказать, Александру Михайловичу нужно сказать, еще кому-нибудь сказать. Это селекция у нас. Да, человеку, который занимается кадрами в регионе, надо сказать. Жалко, что его нет. Да. Следующая новость. Алексей Геннадьевич Кошелев, я смотрю, опять что-то говорит. Он был сидел. Строители обожглись на господрядах и больше не хотят. Алексей Геннадьевич Кошелев работал вице-премьером, по-моему, который курировал стройку. Да. И оказался он в суде, подозреваясь, связанным с Игорем Веленовичем Дубровиным. Нет, он оказался в суде, связанным с службой заказчика. А, вот с этим мужчиной. Там есть компания Петров, Гуслюков, Чумаков и Емеков. Да, да, да. А Петров где-то скрылся в зоне СВО, по-моему. Да. Но вот как раз Алексей Геннадьевич Кошелев, я обрадовалась, увидев эту новость, подумала, что вдруг он приехал в Читу и придет к нам на медиамастерскую обсуждать кадровую чехарду. Так, так. Но он нет, он был по ВКС в суде. Мне нравятся детали, которые начал святить Алексей Геннадьевич. Видишь, тут, например, написано, что Вадим Петров подтвердил, что он привел из Бурятии Гуслюкова, Чумакова и Емекова, помогал им пройти кадровый призыв, забайкальский призыв. А также он видел, что они работали в одном кабинете, а по пятницам у них были небольшие застолья. А также он вслух рассказал, что кого-то из них кодировали в наркологическом диспансере, и Алексей Геннадьевич договаривался об этой кодировке. Это все в новости есть? Ну, во-первых, у нас вышло несколько новостей с этого суда, а завтра выйдет большой подробный текст. Удивительная такая история. Это первая часть про этот суд, мы можем отдельно про это поговорить. А про забайкальских строителей, внутри новости сидит прекрасная цитата, о том, что строители отказывались по причине кадровой чехарды и отношения первого лица региона к специалистам. Ну, не знаю, что тут к тебе добавить, к тому, что ты сказала. Я просто новости прочитала, но они прекрасные. Да, это просто как книга художественная практически. Я уже тоже много раз говорил, что история с Петровым – это одна из самых безобразных историй, которые только есть в истории, в длительной последовательности всяких коррупционных, околокоррупционных тем. Мне всегда к ней даже как-то прикасаться не очень ловко, но здесь не просто прикоснулись, а вскрыли буквально. Ну, просто перед этим помощь прокуратура сказала, что они специально приехали в службу заказчика зарабатывать деньги, а тут Алексей Геннадьевич продолжает этот сериал про службу заказчика. Вообще у меня вопрос, когда будут допрашивать Петрова, кто-нибудь допросит Петрова вообще, но мне говорят, что к нему нет вопросов у правоохранительных органов. Я слышал такое. Ну, у нас даже есть официальный комментарий, кажется, следственного управления про то, что нет вопросов. Но вот всё то, что говорит, например, Алексей Геннадьевич… Да, вызывает вопросы к Следственному комитету и прокуратуре. В очередной раз. Камеры, которые умеют распознавать непристёгнутые ремни, демонтируют в Чите, жаль, я не читал эту новость. Почему же так вышло, отвечают журналисты Читару? Из-за завершения тестового режима. Об этом сообщили в пресс-службе опять Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забыкальского края. Давайте я перескажу, чтобы ты долго не вчитался. Давай, давай. На Карповском контракте поставили камеры фиксации нарушения непристёгнутых ремней. В тестовом режиме. Они проработали полгода, а потом Министерство решил их не ставить. Почему? Никто не знает. Министерство нам никогда ничего не объясняет, и в этот раз в ответе на запрос мне объяснил тоже. Хорошо. Жаль. Там очень мутный ответ на запрос, честно говоря, из которого следует, что это просто был тестовый период. Почему тебе жаль? Потому что чем больше камеры, чем больше нарушений они фиксируют, тем меньше аварий и тем меньше происшествий, которые ведут к чему-нибудь плохому. Ты не допускаешь в чём-нибудь лобби? Помнишь, например, Оксана Петровича Зинкова, или, может быть, ещё какие-то чиновники живут где-то в районе Карповки и Смоленки и не любят пристёгиваться? Допускаю. Я в нашем регионе после новостей про Петрова допускаю вообще всё, что угодно. Подведём в конце итоги нашей медиамастерской. Готовы взять на себя эту благородную функцию. Я, во-первых, хочу в очередной раз, глядя в камеру, отметить наших чиновников. У нас в Забайкальском крае много прекрасных чиновников. Я никогда не считал чиновничество, никогда не считал слово «чиновник» каким-то плохим, хотя многие воспринимают его сквозь негативную коннотацию, так называемую. Но вчера, когда Андрей Иосифович Кефер и Инна Сергеевна Щеглова пришли к нам на медиамастерскую, чтобы вместе с нами обсуждать несовершенства в… В том числе и их работы. Наши коллеги из вполне конкретных городов Иркутска, Владивостока, Санкт-Петербурга и Перми и Волгограда говорили, что в этих прекрасных современных уютных городах ни один чиновник никогда в жизни не пришёл бы на такое мероприятие. А у нас чиновники ходят на такие мероприятия, как за здрасте. Но они же, по-моему, ещё объясняли, почему бы они не пришли. Почему? Ну, там часть чиновников как будто бы презирает медиа, а часть чиновников, там было другое слово, но опасаются. Они бы забоялись бы вот так. Ну, возможно. У нас, у наших чиновников очень много проблем. В частности, их очень сложно собрать на одной площадке больше, чем на 20 минут. Это правда. Дальше не разбегаются. Да, потому что они потом разбегаются, они бесконечно изъявят какие-то командировки, там, и выполняют другую полезную работу. Но надо признаться, что практически любой чиновник из Байкальского края доступен для комментариев, доступен для обсуждений, доступен... Ну, практически любой-то погорячился за достаточно серьёзными исключениями. Но тем не менее. Но тем не менее. И мы совершенно точно знаем, что это позиция, в том числе, губернатора, который всех толкает в публичное пространство. Не все, правда, идут. Не все идут, но всех он толкает. Он много раз об этом говорил нам, в том числе, на интервью. Нет, это публичное позиция. Да, и мы видим последствия этой работы в лице Кефера и Щегловой, которые приходят и спокойно обсуждают несовершенство своей работы, прежде всего. Ну и нужно сказать спасибо Александру Николаевичу Зудилову. Это заместитель мэра, председатель комитета градостроительной политики. У него не очень простая работа. Под его патронажем строятся вот эти неидеальные парки и коллективный труд. Но, тем не менее, Александр Николаевич вместе с нами пять часов сидел на круглом столе с заезжими архитекторами и тоже обсуждал несовершенство своей работы. Где-то местами... А местами получал удовольствие. Ну, а местами не получал. А местами не получал. Да, видимо, воспринимал это как часть своей работы, не самая идеальная, но тем не менее. Что ты думаешь про наших коллег на медиамастерской? Я думаю, что у нас неплохое профессиональное сообщество. Ну, маленькое. Сжавшее. Маленькое, но мне очень понравилось, что в нем есть звездочки. Вот мы привыкли говорить о том, что нету звезд. Мы не привыкли. Да, но вот на игре... Ну, я так, может быть, где-то там снобистки где-то к этому отношусь. Но я посмотрел на игре на коллег с РТК Забайкали. Выигравших айфон. Выигравших айфон, да. И вот молодой человек. Я имени, к сожалению, не помню. Данил. Данил. Ну, это прямо вот звездочка, да. И другие есть какие-то молодые люди, вполне активные, видно вовлеченные, желающие развиваться, желающие работать. В этом во всем очень много проблем, очень мало денег, мало понимания. Но у меня основное такое радостное ощущение от медиамастерской, что профессиональное сообщество живо в Забайкальском крае. И там есть прямо люди, которые выросли в людей с мнением, людей, которые готовы отстаивать это мнение. И, в частности, это вот выигравший айфон Андрей Коптеев, который провел с нами все эти дни. Но у него экспертиза такая уже появившаяся. В смысле появившаяся? Да. Летко к мне. Мы редко просто видимся, да. Но вчера я просто такой офигеть вообще. Ну, вот надо чаще встречаться, наверное. Надо чаще встречаться. Уничтожены в регионе, на самом деле, журналистские форумы. Ну, как уничтожены? Мы же завели, видишь. Ну, до того, как мы. То есть мы сделали, потому что не было. Ну, да, да. Ну и блог про пресс-службы великолепный. То есть я как бы редко… Ну, ты же знаешь, что я все время чем-то недоволен. Да. Я очень хорошо это знаю. Вот, но мероприятие с пресс-службами было идеальным. То есть прекрасные пресс-секретари с прекрасными выступлениями, с очень правильными, емкими, дополняющими друг друга, неповторяющими друг друга. Вот, и люди в зале, которые вообще… Ну, вот те люди, которым это нужно было послушать, они это послушали. Я опять же далек от мысли, что это что-то там немедленно изменит, или что это вообще что-то изменит. Но то, что мы совместно со всеми гостями, там, да, и выступающими, и слушающими провели это и смогли это друг до друга донести, хотя бы в части понимания. Просто видел количество, ну, знаешь, этих кивков головы, когда люди, да, 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 типа, вот, ты говоришь то, что я вообще хотел услышать. И, типа, то, что не было артикулировано мне до этого, это, ну, ради этого стоит проводить, конечно, медиамастерские, ну, и вообще вот эти форумы журналистские. Ну, и опыт с коллегами, которые приехали из других регионов. Архитекторы и журналисты. Архитекторы, журналисты, блогеры. Пресс-секретари. Пресс-секретари. Мы, ты знаешь об этом, я об этом, может быть, лично не помню, говорил, не говорил, мы их всех настраивали на то, что не надо критиковать, да, давайте обсуждать. А они все говорили, вот, да, мы не собираемся, у нас вообще нет этого посылок. Там, помнишь, урбанисты в Тюмени вообще сказали, что она готова остаться в Чте. Да, да. Кроме шуток, типа, сделайте оффер, уважаемая городская администрация, если сделать оффер Кристине из Тюмени, она, может быть, что-то сделает в Чте. Да, ну, и вот эта тема с конструктивом, который действительно конструктив, когда люди там камня за пазухой, условно говоря, не держат и действительно там не хотят критиковать, а хотят именно говорить о неком развитии. Я где-то у тебя читал, по-моему, в Телеграме пост про то, что, ну, замыкаться в себе плохо, что-то ты такое писал, и плохо быть на всех обиженным, вот это вот. А это вот вся медиамастерская про это. Никто не пришел, он не сказал, вот тут дебила вообще, там, вы ничего не умеете. И Манучаров, который приехал, который сидел там, ну, знаешь, так немножечко надменно, наверное, в зале, да? В смысле немножечко? Да, надменно сидел в зале, но и у него глаза сверкали. Он хватался за микрофон и говорил, да, типа, да, вот только вам надо перестать сомневаться в том, что вы тут говорите и в том, что вы делаете. Нужно взять это и брать от этого лучше, развиваться и нарабатывать аудиторию. И даже у Манучарова в конце глаза сверкали. А в конце он мне, кстати, выделил двух людей из зала. Хорошо. Сказать кого? Или оставим это тайной? Оставим. Оставим это тайной на после записи. Хорошо. Спасибо вам за внимание, если вы дослушали нас до конца, практически полчаса мы, так сказать, говорили. Мы надеемся, что этот май и грядущее за ним лето подарят нам гораздо больше хороших, чем плохих новостей. Удачи вам. Пока. Счастливо.